Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Если говорить уже о северо-западном регионе, с которым наш центр работает, то посмотрите, этих пациентов в 2019 году всего было зарегистрировано 158. Это, конечно, небольшое количество пациентов, а если разбросать по регионам, то посмотрите, на некоторые регионы приходится от 4 пациентов, 8 пациентов в год, 15-12. То есть это небольшая совершенно категория пациентов, поэтому возникает вопрос о лечении этих пациентов. Стоит ли их лечить по месту жительства или всё-таки их ориентировать на те центры, которые занимаются лечением этих пациентов? Потому что мы же не лечим, мы онкологи, например, инфаркт миокарда, мы не занимаемся лечением гипертонической болезни, потому что есть специалисты, которые занимаются этой проблемой достаточно много и хорошо. А потом, даже если перейти к этой теме, то важна очень работа коллектива, команды, о чём будет говорить Александр Константинович. То есть это должна быть команда специалистов, которые перехватывают пациента и не совершая какие-то большие наблюдения, промежутки между лечениями, что является, конечно, очень-очень важно. И о том, какова у нас выживаемость наших пациентов, свидетельствует этот слайд, и, ну, в общем-то, мы ожидали, что общая выживаемость, она несколько ниже, но, тем не менее, пятилетняя выживаемость в Санкт-Петербурге, например, 80%, но есть регионы, например, Карелия, Комия, Вологодская область, где пятилетняя выживаемость этих пациентов остаётся достаточно низкой, и 50-60%, что свидетельствует о том, что, конечно, эти пациенты, значит, не получают того адекватного лечения, которое они должны получать. Что касается пролеченных пациентов, пациентов у нас в Центре МИЦ онкологии имени Петрова, вот за последние 10 лет, вы видите вот эту вот статистику, мы начинали ещё с единичных пациентов, уже несколько лет мы работаем над этой проблемой, у нас Владимир Михайлович Моисеенко возглавлял некогда наше отделение, вот, а сейчас уже количество этих пациентов у нас стало больше, и в 2020 году их число составило 65, 65. И если вы посмотрите по тому, как распределились эти пациенты, то преимущественное большинство пациентов – это были герминогенные опухоли яичка, сюда в эти 38 пациентов включены ещё пациенты и герминогенными опухоли яичников, но их было немного за прошлый год, всего 3 пациентки. И 27 пациентов – это были пациенты с внегонатным расположением опухоли, опухоли либо в средостении за брюшином пространстве, и в прошлом году у нас было 5 пациентов с перечным поражением центральной нервной системы герминогенной опухоли. И опять же нам интересно всегда, какие регионы направляют к нам пациентов, мы проанализировали это, и из 65 пациентов северо-западный регион нам направил на лечение 38 пациентов, что составило чуть больше половины. И 40% пациентов приезжают к нам из других регионов, достаточно активные южные регионы нашей страны, но присылают и из других, направляют из других республик бывшего СНГ, это Беларусь, Латвия, Казахстан, Узбекистан, то есть спектр, конечно, достаточно большой, но все-таки удручает то, что северо-западный регион – это только 58% пациентов. И если говорить о пролеченных пациентах уже по нашим регионам, по северо-западным, ну, стоит сказать, что некоторые регионы практически всех пациентов направляют к нам. Конечно, есть ситуации, когда пациент отказывается или по каким-то социальным причинам он не может приехать, и тогда мы пациентов консультируем посредством телемедицины, но, тем не менее, Калининградская область практически всех пациентов направляет, достаточно активно стала Ленинградская область, но удручает вот такие цифры, не Калининградской, а Карелии. Ни одного пациента за прошлый год они не направили, видимо, справляются сами. И Мурманский регион, Автоном-Ненецкий округ, ну, у них очень маленькая и численность пациентов, но, тем не менее. И большинство, конечно, пациентов – это всё-таки Санкт-Петербург и Ленинградская область, тех пациентов, которые пролечены у нас. Помимо того, что мы оказываем помощь этим пациентам, конечно, мы проводим ещё и аудиторскую работу не только по лечению герминогенных опухолей, а в целом лечение, оказание медицинской помощи онкологическим пациентам в курируемых регионах. И, конечно, обращаем внимание на вот эти наши интересующие локализации герминогенной опухоли. И вот здесь представлены те критерии оценки, которые зарегистрированы в ленинградских рекомендациях, Министерство здравоохранения, вы их сейчас абсолютно видите. В общем-то, непростой перечень тех обследований, которые должны пройти пациенты с герминогенными опухолями у мужчин. Это и морфологическая верификация, это и определение опухолевых маркёров, это обязательно патономическое исследование при первой стадии заболевания, особенно определение такого показателя, как наличие сосудистой инвазии, это проведение адекватного лечения и соблюдение промежутков лечения. То есть несколько аспектов, которые вроде бы и понятны тем специалистам, которые занимаются лечением этих пациентов. Но, с другой стороны, они далеко не выполняются на местах по разным, наверное, причинам. И поэтому те основные ошибки, о которых мы уже говорим в течение последних лет, они так и остаются. Это и неполноценное обследование пациентов, что ведёт к неверному стадиированию. До сих пор, кстати, доктора ещё пишут, что рак и яичка четвёртой стадии, стадии четвёртой, не существует. Это, конечно, и нарушение, и выбор терапии. И самое главное, на что хочется обратить внимание, отсутствует преемственность между химиотерапевтами и хирургами, онкологами, не онкологами, урологами. Уролог сделал операцию, и пациент пропал. Он не попадает на консультацию к химиотерапевту своевременно, поэтому несвоевременное лечение ведёт, конечно, в геометрической прогрессии, к неверному дальнейшему, к дальнейшей тактике и к ухудшению результатов лечения. И, конечно, вот эта редкость редуктивных операций, мы встречаемся с этим достаточно и достаточно часто. И, готовясь к сегодняшнему выступлению, хотелось всё-таки иметь какие-то аргументы, о чём можно говорить. Мы посмотрели из данных информационных файлов обязательного медицинского страхования, которые получены от ТЭР-фондов, субъектов Северо-Западного федерального округа, то есть те направления для оплаты, которые идут уже непосредственно от учреждения. И вот посмотрите, насколько соблюдаются интервалы между циклами химиотерапии. Есть 2019 год и 2020 год по нашим регионам. Хочу обратить внимание, те вот 100%, которые есть, например, в Мурманском регионе один пациент был пролечен, и один пациент в Вологодской области 100%, конечно, эти показатели, они ни о чём не говорят. Но, тем не менее, посмотрите, вот если уже говорить о Мурманской области, то если в 2019 году один пациент был, в 2020 году они 4 пациента пролечили, а соблюдали интервалы только в 33% случаев. То же самое можно сказать о низком соблюдении интервалов лечения и в Карелии, и, например, в Ленинградской области, правда, один пациент был всего. Эти, конечно, данные нужно ещё проанализировать, интерпретировать, но, тем не менее, это один из показателей, который говорит о том, что интервалы не соблюдаются. Это, конечно, сказывается на эффективности лечения пациента, повторяю, которых можно вылечить, и они длительное время и, может быть, и на всю жизнь останутся абсолютно здоровыми и будут выполнять свои функциональные обязанности. Но, тем не менее, мы с вами всё время говорим о наших проблемах, и мы получаем вот таких пациентов. Те, кто у нас сегодня слышит, убедительная просьба, уважаемые онкологи, те, кто соприкасается с пациентами герминогенных опухолей. Посмотрите, это ведь наша Российская Федерация, это северо-западный регион, это не пациенты, которые живут где-то в глуши, это пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, но своевременно она им не оказана. В течение года обращался молодой человек, которому всего 20 с небольшим лет, и вот в таком состоянии приехал он к нам в федеральный центр. Конечно, мы на следующий же день его госпитализировали, он получает лечение сейчас, химиотерапию. И слева вы видите те результаты, с которыми он пришёл, с теми вот объёма опухоли. И сейчас вот справа видите, что эта опухоль некротизирует по действиям химиопрепарата, пациент получает, продолжает получать лечение. Конечно, лечить таких пациентов достаточно сложно, потому что риск осложнений достаточно высокий, особенно на фоне панцитопения, которая может быть у этих пациентов. Поэтому, повторяю, лучше, конечно, когда эти пациенты приезжают своевременно. Другой пациент, опять же, тоже же из северо-западного региона. К сожалению, он к онкологам уже попадает достаточно в запущенном таком состоянии. Посмотрите, какая огромная опухоль. Таркальные хирурги пытались помочь этому пациенту, не думая о том, что у молодого пациента 30 с небольшим лет может быть опухоль в средостении, которая носит другой характер. Она герминогенная опухоль, высокочувствительная к лечению. И наличие подтверждения этой опухоли не доказывает то, что нужно начать с системного лечения, а не с операции, которая ведёт к рецидиву заболевания и к улучшению состояния пациентов. То же самое здесь, конечно, этот пациент продолжает у нас сейчас лечение. Видите, на фоне химиотерапии достигнут выраженный ответ на лечение. В дальнейшем он будет подвергаться оперативному лечению. Но следует сказать, что, конечно, хорошо, что мы избежали возможных осложнений, те, которые бы и могли быть у этого пациента и отяготили бы его состояние. И вернусь к практическим рекомендациям, которые существуют, которые прописаны рядом авторов. И обращаю внимание на ту запись, которая вот есть. Учитывая высокую курабельность опухоли и редкость патологии, лечением должен заниматься онколог, имеющий опыт ведения больных геремногенными опухолями. Поэтому, конечно, вот это положение является достаточно весомым. Мы слышали на аудитах, что, к сожалению, есть препятствия со стороны администрации. Пациентов не направляют в федеральные центры. Но давайте думать, как все-таки оказывать помощь пациентам, пациентам которых можно вылечить. Это серьезная вещь. И, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что в Институте онкологии, сейчас уже в Центре, в Научно-практическом Центре онкологии имени Петрова, существует Центр по лечению геремногенных опухолей, который включает в себя команду специалистов и хирургов. И это урологи, и гинекологи, таракальные, абдоминальные хирурги, и доктора, которые занимаются лекарственным лечением. Не только химиотерапевты, лечат которых взрослых, но еще и онкопедиатры. Это, конечно, и специалисты по диагностике. Мы еженедельно по понедельникам обсуждаем всех пациентов с геремногенными опухолями. Такой мультидисциплинарной командой проводим конференции, участвуем в создании клинических рекомендаций, проводим аудиты. То есть работа ведется очень большая, и мы очень надеемся, конечно, на диалог между докторами, между специалистами, которые лечат пациентов с онкологическими заболеваниями, и в частности с геремногенными опухолями. И поэтому еще раз напомню, что, конечно, высокая степень потенциальной излечимости выводит геремногенные опухоли из ряда других злокачественных новообразований, а вот сложности и основные ошибки диагностики, они обусловлены, конечно, и редкостью заболеваний, и недостаточной осведомленностью врачей. Поэтому лечение пациентов должно осуществляться в специализированных центрах. Спасибо большое за внимание.